Свой 100-летний юбилей сегодня отметил житель Волгограда Митрофан Степанович Пономарев. Поздравить виновника торжества приехали его многочисленная семья, представители власти и наша съемочная группа. Слово Ирине Горшининой. Этот дворик, в котором юбиляр встречает гостей, родовое гнездо семьи Пономаревых. Здесь у Митрофана Степановича и его жены Елены Федотовны родились три дочери и сын. Супруга рано ушла из жизни и главе семьи пришлось самостоятельно поднимать детей на ноги. Все выросли достойными людьми, радуется Митрофан Степанович. И теперь ежедневно окружают ветерана теплом и заботой. Дети хорошие. Жена умерла, я с ними живу. Все никто не ушел, все со мной почти. Сейчас Митрофан Степанович живет со своей старшей дочерью. Она, как хранительница семейного очага, бережно раскладывает пожелтевшие от времени фотографии. Некоторым из них, как и юбиляру, по сто лет. Митрофан Степанович Пономарев родился 7 августа 1912 года в Воронежской области. Еще совсем маленьким его перевезли в Нехаевский район Сталинградской области. В легендарный город на Волге Митрофан Степанович переехал в 30-е. Отсюда и ушел на фронт. Рядовой Пономарев прошел всю Великую Отечественную. Был и сам инструктором, и механиком. Ремонтировать машины продолжен и в мирной жизни. Домочадцы вспоминают, что жилось тогда трудно, но дружно. Отец нам дал да все. Они, во-первых, с родителями дали жизнь. Мы, когда учились в школе, маленькие были. Вот сейчас часто говорят о бедности, как плохо живут, жалуются. Ну, нас родители воспитали так, что мы не знали, что мы живем бедно никогда. Почему бедно? У нас всегда была горячая еда. У нас всегда была крыша над головой, какая не была. Мама всегда следила, чтобы мы были чистые, аккуратные. Нас приучали к порядку. Отец в отношении порядка очень строгий. Дети Митрофана Степановича в шутку говорят, что настолько приучились к труду с детства, что и не заметили, как стали ветеранами труда. И главные ценности жизни теперь передают из поколения в поколение. Сейчас у Митрофана Степановича пять внуков, столько же правнуков и один проправнук. Все они приехали поздравить юбиляра. Говорят, еще совсем недавно отмечали 90. А Митрофан Степанович тем временем приглашает уже на следующую круглую дату. Ведь он, как никто другой, знает секрет долголетия и семейного счастья. Надо трудиться, с людьми быть, не пьянствовать лишнее, делать то, что не нужно, и больше жить. Говорят, что гордость страны – это ее люди. С днем рождения Митрофана Степановича Пономарева в письме поздравил президент России Владимир Путин. А губернатор Волгоградской области Сергей Баженов направил в адрес юбиляра телеграмму. В нем пожелал ветерану благополучия, а самое главное – крепкого здоровья. Ирина Горшинина, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».